Здарова всем парни, у микрофона Мухич, ну и в этом ролике мы с вами разберем тактику прохождения ледокола профи. В принципе, я хотел сначала сделать видос покороче, сделать как бы их по стандарту, но когда посмотрел, что делают ютуберы пвпшные, о мой бог, это просто трендос, у меня шепот сгорело очень хорошо, ну кто был на стриме, те поймут про что. Вот, это просто трэш, это просто капец, и я понимаю, что мне придется переделывать половину видосов и гайдов, чтобы на данный лад. Вот, потому что типы вообще нихрена не умеют делать и делают видосы ради видосов, как бы, а вам по их тактикам ходить. Поэтому я постараюсь в этом ролике вам по максимуму объяснить, как легко ледокол проходить, будь то с чатом, будь то вы вообще нихрена не знаете, да, и так далее, первый раз на ледоколе. Так что, я думаю, что у вас все получится, покажу вам баги, фишки и так далее. Ну, и вообще, в принципе, как полегче проходить. В общем-то, начнем сразу же без моей воды. Что мы на ледокол идем, какими классами? В принципе, айвик здесь нафиг не нужен, потому что особо он не убивает. Я лично хожу в 4 штурмовика и 1 медика. Медик нужен для багов и для хп, а также, чтобы резать нас. Можно также и в 5 штурмовиков ходить. Тут смотрите сами. Или 4 ШТ и 1 медик, или же 5 штурмовиков. Что касается оружия, это зенит на модах или же какой-нибудь гелеон на модах. Зенит можно купить в ПВЕ-магазе, будь то на время или же навсегда. Там же можно и детальки на него приобрести. Гелеон можно было много где получить, но на данный момент за апранг его можно получить. Но я думаю, с ПВЕ-магаза вы быстрее получите зенит, поэтому гелеон не берем. Что касается брони, это броня Варяг, ее вы можете купить в РМ-магазине за рейтинговую валюту сроком навсегда. Ну и по пистолетам еще затронем, это пистолет Тайрус, который тоже можно купить в игровом магазине именно в ПВЕ. И по гранатам. По гранатам это у нас гранатолипучка, обязательно она вам поможет в прокиде турелей и так далее. Ну и желательно 2 слепы. Ну если у вас новый аккаунт, то у вас будет 1 слепа. У кого 2 слепы, берите их в разные флоты и играйте. Вот, берем 2 слепы и не паримся. Ну и давайте, наверное, разобрались с классами, давайте начнем сразу же к прохождению. Как только вы появились, сразу же бегим вот сюда вот к гранатометам, убиваем 4 ботов именно те же и сразу же берем гранатомет. Ну, как говорится, кто успел, тот взял. Берем гранат, стреляем сразу же вот в эти елки посредине, чтобы сразу же активировать катсцену и не сносить винтокрылы. После чего корабль стреляет по елкам и открывает нам проход. Мы убиваем опять же 4 тяжелых пехотинцев и проходим дальше в лес с минами. Здесь будьте осторожны, кидаем слепы, смотрим под ноги, убиваем ботов, проходим дальше. В принципе, делайте как на геймплее и все у вас будет окей. Под слепы мы пробегаем, после чего убиваем ботов и не забываем про мины. Дальше, кстати, покажу небольшой прикол с минами. Минам добавили хп, поэтому стрелять вы в них, скажем так, заебетесь. И проще их взрывать с помощью отскока от них. А так, в целом, отстреляли пачку ботов, кинули слепу, пробежали и, скажем так, идем дальше. Вот, я тут думаю, ничего сложного в лесу. Единственное, что идите лучше по левой стороне. Вот, потому что здесь проще всего с минами. Видите, вот мина. Подбежали к ней близко, развернулись, отпрыгнули. Таким образом вы сможете их легко и просто обезвреживать. А так, идем налево, уничтожаем одну правую мину, после чего прижимаемся к левой стороне и пробегаем через оставшиеся две мины. В принципе, ничего трудного, просто идите по левой стороне, как я, и не парьтесь. И давайте еще раз подробно скажу, как мины эти обезвреживают. Что касается у нас первой поляны, тут ничего трудного. Каждый садится за свой, грубо говоря, передний ящик. Двое налево, двое направо и один по центру. Первая волна это обычные боты, быстренько их сносим. После чего у нас будут волны с турелями. Тут, в принципе, тоже особо ничего трудного. Первый это у нас одна капсула, потом две капсулы, потом три. Ну, это как начальный этап. Просто смотрим в свою сторону. Если вы снесли в свою сторону и у вас достаточно патронов, то помогите, скажем так, товарищам снести, которые не смогли. После чего, как вы отстреляли турели, пойдет у нас пачка ботов. Именно, ну, обычные штурмовики. Мы их тоже зажимаем. Можно крест-накрест, можно стоять. Тут уже как кому удобно, так их и зажимаете. После этой волны будет опять, скажем так, вторая волна турелей. Они полетят и будет уже волна граников. Тут, кстати говоря, хотел бы сказать. Турели, которые приземляются вам за спину, это первый ряд. То есть вы можете, в принципе, снести только первый ряд, а остальные за битьер. Вот, но рекомендую лучше все-таки сносить все турели, чтобы было гораздо проще. Вот, сносим все турели, ну или же какие смогли, какие не смогли. Берем гранатомет, который мы ранее взяли в начале. И сносим турели. Также можно их прокидывать нафиг гранатами-липучками, они их тоже подрывают. После чего у нас будет волна гранатометов. Мы также садимся и уничтожаем гранатометов. Тут смотрите сами. Как хотите. Хотите крест-накрест, хотите каждый свою сторону сносит. В общем-то, суть в том, что вы должны снести гранатометчиков. После гранатометчиков у вас будет последняя волна. Ну, активируется само собой контрольная точка, и у вас будет последняя волна. Вы также сносите все турели, а затем сносите крейсер. Ну, здесь хочу заметить то, что граны до этого лучше не выстреливайте. Вот, оставьте один гранатомет, чтобы у вас был в запасе. Потому что, если вы не отстреляете, скажем так, турели, да, они упадут вам за спину, как здесь. Или же вы не отстреляете все, потому что пойдут боты сзади. Вот, и они вам очень, скажем так, дискомфорт получат. Поэтому граны, которые оставили, мы сносим на кобры, которые упали вместе с гранатами. После чего появляются у нас боты и гранатометы. Кто-то сносит крейсер, кто-то сносит ботов. Здесь вы уже сами определитесь, кто что будет делать. И да, думаю, на геймплей заметили, что лучше сносите турели как можно, ну, грубо говоря, компактнее. То есть, если упали, да, две турели рядом, то стрельните в гранатомет между ними, чтобы уничтожить сразу две турели и не париться. Это будет гораздо лучше, чем вы просто снесете одну турель, а на вторую забьете. То есть, тут смотрите по ситуации, вот, анализируйте. После того, как вы это все дело снесли, мы проходим, грубо говоря, в нашей ракетной башне Варфейса. И здесь, скажем так, будет несколько багов, которые позволят вам пройти дальше без ботов и так далее. Я вам покажу сейчас сразу несколько фрагментов, чтобы вы поняли, как, в какой ситуации, как делать. В общем, смотрите. Первый фрагмент, это когда мы, грубо говоря, идем всех пятером. Мы убиваем одного бота, и один игрок должен активировать данный компьютер. Как только он нажмет Е, начнут появляться боты. Тут два варианта. Первый, это фулл отстрел, то есть вы убиваете всех ботов, потом идете второй, делаем как я. Первая слепо летит на балкон, вторая слепо летит на даль, на портал. После чего один игрок пробегает, прокидывая дикобраза, после чего остальные могут умереть, и все. То есть это, ну, ботов можно убивать, можно не убивать. То есть здесь будет баг. В общем-то, это такой быстрый проход. То есть вы просто на слепах пробегаете, прокидываете дикобраза, и все. Но при этом, если вы убьете ботов, боты будут здесь вот внизу, и они вас могут кнуть. Поэтому имейте это в виду, что если вы ботов убили наверху, то они появятся внизу. Я покажу дальше, что сделать, чтобы их тут не было. Вот. Поэтому мы их можем как убить, так же пролетаем на слепах, убиваем ботов и идем дальше. И давайте я вам покажу баг, чтобы ботов не было здесь внизу и немного дальше. И вернемся немного назад, забыл тут немножко еще упомянуть. В общем-то, сейчас у нас будет событие новогоднем, в котором вы получите снежкомет. Это довольно-таки прикольная штука, которая сносит как винтокрыла, так и турели различные, будь то на ледоколе, будь то на вулкане и так далее. Вот. И в чем прикол? Он сносит кобры буквально с двух выстрелов. Это вам позволит спокойно их сносить. То есть вы просто берете его на ледокол, если он у вас имеется, да? Или же тот же гидропес. Вот. Берете его на ледокол, даете два выстрела в кобру, которая упала, и все, кобры нет. Вот. Это просто легко и просто. Вот. Так что, если вдруг вы его получите, то обязательно берите его на ледокол и сносите турели. Проходить будет гораздо проще. И еще один момент забыл сказать. Мало ли вдруг вы пропустили турели, да? Или же ваши тиммейты полные бички пропустили нафиг турели. И они упали вам за спину, да? И вообще дохера турели. Что делать? Мы просто перебегаем вот сюда к гранатометам, ложимся за какой-либо ящик или скалу. И отсюда уже начинаем сносить турели. Это мало ли. Вы там остались один, да? Или вы идете в соло, или... В общем-то, ситуации бывают разные. Так что, имейте это в виду. Если вы пропустили нафиг все турели, перебегаем вот сюда вот. И уже отсюда спокойненько зажимаем все турели. Это также можно и в конце, когда вы отстреляли гранатометчиков, а турели прилетели вам за спину. Вот. И плюс еще боты появятся. Так что, имейте это в виду, вот такую вот фишку. Итак, что касается бага. Смотрите, как только вы выходите, грубо говоря, на этот рубеж, делаем все так же. Один игрок активирует, вы также кидаете флешку на данных ботов и одну флешку на портал. Лепим ботов, пробегаем, прокидываем. Но здесь прикол в том, что никто не должен убивать ботов. Вот этих вот кретинов, которые выходят, их вообще не убивайте. Тиммейты могут ваши слиться, и один игрок просто пробегает, как показано на геймплее. Тогда ботов в этих ракетных шахтах не будет. Что трудного, просто возьмите под флешками, пробегите, не трогайте ботов, что внизу их не было. Это сэкономит вам время. Вот, все замечательно и круто. Это первый баг. Ну, как баг, фишка. После чего убиваем диверсантов, если они появятся, прокидываем турели. И один из игроков должен будет активировать внизу. Если же вы криворукий, как я, на видосах, то зажимаем по старинке уже с автоматов по дикобразов. Как только вы уничтожили дикобразов, спрыгиваем вниз, и ваша задача активировать терминал. Сразу скажу, дым здесь не работает. Кидать его бессмысленно, потому что я уже с лука хожу, люди вечно кидают дым в надежде, что он спасет. Да ни хрена, он вам не поможет. Короче, если кратко, то игрок должен активировать терминал в то время, как другой игрок побеги делать баг. Все умирают, один игрок под слепами пробегает в этот туннель, не убиваем никаких ботов. Желательно, чтобы все умерли, чтобы заспаунились на контрольной точке. Вы в это время пробегаете сквозь турели, сквозь ботов, там, шприц, юзаете, слепы и так далее. Активируется контрольная точка, все появляются, все рады, довольны. Для чего мы это делали? Ну, во-первых, мы сэкономили время, а во-вторых, это нужно для того, чтобы на винтокрылии, на мамонте и на последующем бункере не было ботов. Сразу говорю, я геймплей врезать тут не буду, чтобы вы посмотрели. Вот, у нас будет минное поле, как видите, ботов нет. Идите, кстати, так же по моей, как я хожу, дороге, так и идите. Запоминайте расположение мин и идите так же. Видите, ботов никаких нет, потому что мы все сделали правильно. Вот, это, если что, профи, мы делали вдвоем все, так что запоминайте, как что делается. Прилетает винтокрыл, тут, я думаю, без комментариев. Буквально два щелчка расскажу. Если вы сделали баг на ботов, ботов у вас не будет, вы просто сносите винтокрыла. С помощью гранатометов и так далее. Если же у вас боты, то вы, ну, то есть, два стрелка, там, один стрелок садится за камень и уже от камня убивает ботов. То есть, кто-то сидит, отстреливает винтокрыла, а кто-то сидит и отстреливает ботов, если они будут. Что касается второго винтокрыла. Тут аналогичная ситуация, если вы делали баг на ботов, то ботов у вас не будет. То есть, вам достаточно будет просто брать гранатометы и сливать винтокрыла. Ну, а если же будут у вас боты, то один игрок будет сидеть, ну, один-два игрока будут сидеть в бункере и отстреливать ботов. Остальные же игроки будут валить винтокрыла. После того, как вы снесли винтокрыла, рекомендую вам перед этим запаситься с гранатометами, хотя бы грана 3-4. Рассмотрим два варианта прохода мамонта. Первый вариант, ну, хотя их даже три. В общем-то, первый вариант. У вас нет гранов, да, у вас дохера там ботов и так далее, или же вы просто не слили мамонта. Один игрок пробегает на противоположную сторону мамонта, после чего один игрок спереди, второй игрок сзади, агрят друг на друга мамонта и этим самым способом его на айзе раскручивать. Он повернулся на одного, стреляет в другой и наоборот. Ну, это все идеально, конечно, если вы сделали бак на ботов и у вас нет ботов. Если же есть боты, то аккуратно кто-то смотрит ботов, ну, а кто-то зажимает мамонта. Вот такой вот не титрый способ. Ну и второй вариант, такой, наверное, самый быстрый и основной, каким будут пользоваться все. Итак, на втором винтокрыле вы засейвили себе, грубо говоря, там 2-3 гранька. Для чего мы это сделали? Это нужно для того, чтобы быстро снести мамонта. Он реагирует как на гранаты, так и на гранатометы, так и на коктейль-молька. Это все ему наносит урон. Подбегаем к мамонту, прокидываем его хаешками, если они остались, и даем по 1-2 залпа с гранатомета. И мамонт буквально за пару секунд у нас улетает. Ну, так что пользуйтесь. Вот поэтому мы с вами и оставили несколько гранатометов. Имейте это в виду и скажите своим тиммейтам, чтобы оставили хотя бы 2-3 гранатомета, чтобы по-быстренькому слить мамонта. Ну, а мы переходим на бункер. Ну и также, если у вас имеется гидропистолет или же снежкомет, ложимся, ну, можно даже не ложиться, а сдалека, просто расстрелять его с помощью снежкомета. Он довольно-таки неплохо ему также сносит, так что если вы получили данную имбу, то пользуйтесь, уберите также и на раз-два закрываете весь ледокол. Что у нас касается ракетных шахт вторых. Первое, у нас будет здесь турель, несколько ботов, если вы делали баг, то ботов не будет. Ну, а так, независимо от ситуации, вы просто пробегите их, вот, и не парьтесь. Ну, или же флешку теньте и пробегите. То есть можете не отстреливать турель, ботов просто пробежать, убить ботов в лифте и всё. Опять же, давайте разберём, если вы делали баг и не делали. Если делали баг, то спокойненько пробегаем, если у вас остался гранатомёт, то с помощью гранатомёта уничтожаем дикобразов. Если гранатомёта нет, уничтожаем с помощью гранат или же стрейкового оружия. Ботов нету, поэтому спокойно, налегке пробегаем, уничтожаем с помощью гранатомётов или же другого взручного вещества дикобразов, активируем и проходим дальше. счетов не будет, потому что мы юзайнули бак и ботов нет. И давайте по-быстрому расскажу, как здесь действовать, если у вас, допустим, боты, да, вы не делали бак. Допустим, вы оставили себе гранатомет и у вас, скажем так, боты. Что мы делаем? Смотрите, сейчас чекайте миникарту и как я останавливаюсь. Вот видите, я, да, я встал, немного поднял граник вверх на дикобразы, как только мои тиммейты перешли, грубо говоря, дверь, я стреляю и тем самым быстро осношу дикобраза. Это нужно для того, чтобы, скажем так, боты не успели плюс-минус выйти. Думаю, ставите на паузу, гляньте на миникарту и когда я стрелял, и поймете. А так добиваем остатки ботов под слепами, да, и также пробегаем, уничтожаем дикобраза, ничего трудного, в принципе. После чего открывается дверь и даем выстрелам из гранатомета в левый угол, чтобы уничтожить щитоносцев и проходим дальше. Этот этап я не скажу, что прям трудный, поэтому здесь просто можете под флешками пробегать, взрывая дикобразов. Ну, а если не получилось, то остаемся и делаем флотстрел. Ну и давайте перейдем на вторую поляну, на ней тоже имеется несколько стишечек. Что касается на второй поляны. Здесь рассмотрим тоже несколько вариаций прохождения с нормой, и не очень. В принципе, первая волна ничем не отличается от первой, скажем так, поляны. То есть, опять же, тупо боты прилетят, буквально там штук шесть. После чего начнут прилетать турели. Здесь рассаживаемся абсолютно так же, как на первой поляне. То есть, каждый за свой ящик, и каждый смотрит свою сторону. Вот, правый смотрит правый, центр центр, ну а левый, понятно, что левый. Пропустили, кидаем гранаты, взрываем и уничтожаем турели в слабые места. Видос будет в описании на слабые места турели. После чего прилетают штурмовики. Мы их убиваем. И да, здесь, кстати, главное, если вы будете делать баг на ботов, чтобы на корабельной арте не было ботов, слепы не выкидывайте. Оставьте по максимуму слеп, чтобы их в случае чего кидать. Да и мы здесь не работаем, еще раз повторюсь. В общем-то, отстреливаем штурмовиков, и у нас начнется вторая волна турелей. Что касается турелей. Первый, здесь, скажем так, начнется по-другому немножко. В общем-то, начиная с этого момента, турели будут идти по нарастающей. То есть, первый ряд турелей, он падает вам за спину, второй не падает. После этой волны будут гранатометчики. Ну, как только вы уничтожили турелей, появятся граны. Тут, как на первой волне, смотрите сами. Можете крест-накрест сносить, а можете каждый свое сносить. Почему я сказал, по нарастающей пойдут? Да, потому что после того, как вы отстреляете гранатометчиков, будет довольно-таки конченная волна с щитами, на которой очень много игроков сливает. Вот сколько я ходил в рандоме, постоянно типы идут и сливаются. Давайте, наверное, объясню, как на ней действовать, в случае чего, если вы норм тип, да, шарите за все и так далее. Короче, отстреляли гранов, идет у нас третья волна. Тут у нас за спину падает второй ряд турелей. Но вам в идеале надо снести все турели, потому что прилетят потом сразу же щиты. А так, за спину вам летит второй ряд. Если вы проебались, турели упали, бегите сразу же вот сюда, за данный ящик с гранатометами. Ложитесь и помогайте вашим тиммейтам снести турели. После того, как вы помогли им снести турели, уничтожаете щитоносцев, которые вам, скажем так, уже будут настреливать в спину. Игроки же, которые находятся впереди вас, должны уйти на скалы или же на боковые скалы и с них уже добить турели, которые они не добили, и оттуда уже убивать щитоносцев. А вы в спину расстреливаете и турели, и щитов. Идем дальше. Что у нас касается третьей волны. Тут первый ряд можете нафиг пропустить, во втором ряду уничтожаете турель, которая находится посредине, а в третьем ряду боковые турели. Они падают вам за спину. Упали, развернулись в месте, зажали в слабые места. После чего, если вы делаете баг, то делаете, если не делаете, то отстреливаете остатки турелей, которые у вас остались, и начинаете отстрелы ботов. После чего уничтожать крейсер. По поводу бага скажу чуть попозже. Давайте разберем альтернативное прохождение, если у вас тима прям вообще гг, и вам придется соло закрывать. Объясню, что нужно делать. Итак, вы крутой профессионал, как и я. В общем-то, вы идете допустим соло или с бичами. Вы садитесь на левую сторону, именно за левый, грубо говоря, камень. И сейчас расскажу почему. Если упадут вам турели за спину, то вы сможете спокойно за дерево уйти, и они вам не накосуют. Делайте приоритет на свой ряд. То есть ваша задача сбить именно свой ряд, который вам падает за спину. Там буквально одна турель. Ее сносите, если прилетают турели за спину, разворачиваете немножко, и даете им, скажем так, пососать. Вот. Ну а дальше, я думаю, понятно. То есть это банальные волны, какие я и говорил. Штурмовики, грены и так далее. Давайте переключимся на волну с щитами и со скалопендрами. Потому что я считаю, они более опасны, чем вот эти обычные волны. Обычные волны, я думаю, вы должны отстрелять. Нет, дайте левее к этой елке и отстрелите себе спину. Так что переключаемся. Итак, ребят, вы, допустим, остались одни, да, или понимаете, что у вас с ним вообще без дарей и никакие раны отстреляют. Что мы делаем в такой ситуации? Когда у вас летят турели на щитах, убейте как можно больше и желательно последний ряд. Потому что последний ряд будет для вас приземлиться. Как второй, вернее. Вот. Вы ложитесь за данные, скажем так, граны и начинаете отстреливать турели по слабым местам. Как только вы отстреляете все турели, вы начинаете сносить щитоносцев. Опять же, просто смотрите, как я делаю на геймплей и повторяйте за мной. Вот. Тут, я думаю, ничего трудного. Просто ляжьте максимально близко к этому ящику. В слабые места кобры снесите сначала те, которые возле вас, и по вам дамажат. А после чего уже остальное барахло, как на дали, так и щитов. Я думаю, тут останавливаться не будем и давайте сразу же переключимся на скалопендр. На скалопендрах вы садитесь за правую скалу или камень, что это, боже. И ваша задача, смотрите, пропускаем полностью первый ряд и во втором ряду сносим центральную турель, после сносим в третьем ряду правую турель. На третью можете хуй забить просто, она упадет, вы вот так вот, как я, немножко правее за елку уйдите и снесите ее в ногу. Это слабое место. После чего быстро возвращаемся за камень и начинаем зачищать ботов. Если вы, скажем так, с нормальными тиммейтами, они вам подскажут, с какой стороны идут боты. Вы поворачиваетесь и их убиваете. Если же ваши тиммейты не бум-бум, то аккуратно высовывайтесь и снимайте сначала верха ЛЦУ и гранатометчиков, а потом уже по возможности сливаете турели, которые вы видите. Также периодически убивая штурмовиков, которые будут к вам заходить сзади и спереди. В общем-то, если вы отстреляли скалопендрой, то все в ваших руках, именно в зад. Но если вы, опять же, проебались и не отстрелили центр скалопендру, и которая к вам упала, то то же самое. Правый угол за елку как можно быстрее уходите, если гранаты прокидываете. И чем быстрее вы сольете данные скалопендры, тем будет лучше. А там уже тихонечко, аккуратненько, не высовываясь, потиху уничтожаете ботов, турели и так далее. После чего сносите крейсер. И давайте я вам покажу, что по поводу бага на ботов, чтобы не было ботов на корабельных артиллериях. Итак, чтобы его сделать, вам понадобится слить все турели и просто не убивать ботов, уничтожая просто сам крейсер. Покажу вам я это на легком уровне сложности, чтобы было более понятно, потому что на профи там вздыхаете и хэн что сделаешь. В общем-то, смотрите, беги. Сразу распределяемся, кто кидает слепым. Даем первую флешку, берем граны и начинаем сносить крейсер. То есть тут ничего трудного, ваша задача не убивать ботов, а просто кидая флешки и под знаками уничтожать крейсер. Тут, кстати говоря, есть еще вариант. Вы можете отстрелить первую волну этих самых ботов, после чего быстро снесите крейсер, боты опять прилетят, их вы уже не трогаете. И под флешками добиваете крейсер. После чего один из игроков остается наверху, а остальные бегут вниз. Почему нужно остаться наверху и умереть? Потому что тогда боты останутся и они задиспавнятся. Это важно. Имейте это в виду, если никто не остался, то бага не будет. После этого вы сами видите, что мы оставили ботов наверху, и дальше ботов не будет. То есть в лесу этом не будет, на корабле не будет, на полигоне тоже почти не будут. Что вы делаете? В принципе ничего. Кто-то умирает наверху, вы же пробегаете лес. Там один, не один тут, тут кому как. Вот, забегаем вот сюда, и здесь, скажем так, будет у нас еще одна часть этого бага. А именно полигон. На полигоне будет, ну там, условно говоря, один-два бота. Их вы ни в коем случае не убиваете. Если вы их убьете, бага не будет. Даже если вы сделали наверху все правильно. Вы также под флешками просто игнорируете данных ботов, пробегаете под флешками, их вообще не трогаете, вот, в лифт. И все, баг у вас готов. На корабле будет буквально, сколько там, ну, один-две бота. Вместо тысячи, как раньше. Вот, баг нетрудный. Единственное, что делается не со всеми, потому что сколько я хожу, типы постоянно они могут отстрелять турели. Вот, то есть вы смотрите сами, если вы турели отстреляли, да, все, то лучше сделайте баг этот. Вам будет гораздо проще на корабле. Если же вы турели не отстреляли, да, их там просто тонно, то забейте хуй и идите ксбага. Потому что оно тоже плюс-минус проходится нетрудно. Ну, в общем-то, думаю, вы меня услышали. Ну, а так, переносимся на корабельную артиллерию. Я думал, там невидимая текстура. Я реально думал, да, невидимая текстура, там вода. Желаю вам удачи. Сейчас грустно стало. Крейсер по-прежнему обратил, так что не ждите. Итак, что касается корабельных артиллерий. Тут ничего трудного. Как только вы приземляетесь, бросаем флешки и пробегаем к гранатометам. Это, если что, мы идем без бага на ботов. Все берем по одному гранатомету, возвращаемся назад вот за эту льдину. И уже отсюда выдаем два выстрела в прицеле, доводим до корабельной артиллерии. После чего отстреливаем ботов, появляются вторые граны. Повторяем аналогично и сбиваем корабельную артиллерию. Как бы да, ничего трудного. За два захода, если все попадают в прицеле два выстрела, вы за буквально два захода сносите все три корабельные артиллерии. Что в этом трудного, я не понимаю, честно. Я, наверное, даже не буду как-то геймплей сейчас обретать, просто вам полностью покажу. Вот, опять же, разберемся в два варианта прохода. Первый это без бага вот такой. Вот. А второй уже багом покажу на ботов. А, и да, кстати, если вы, опять же, у вас тима дебилов, да, то есть все послевались, можете остаться где-нибудь за льдиной, посидеть пять минут, боты закончатся, появятся вторые гранатометы, выйти, отстрелять остатки ботов и спокойно пройти. То есть боты спауниться не будут, как только появятся вторые гранатометы. Имейте это в виду. Это работает на всех трех пушках и на двигателе. Вот. Так что имейте это в виду. А так, если все попадают, мы за два захода с вами сносим все три корабельные артиллерии. Первую, думаю, понятно как. На второй вы отстреливаете вот этих вот болванчиков, которые выходят. Подбегаем к лодке и берем гранатомет. И, кстати, желательно оставьте гранатометы с предыдущей пушки. Так будет гораздо быстрее. Вот. Ну, а если не оставили, берем, сразу наводимся, отсчитываем примерно секунды 3-4 и стреляем. И здесь, смотрите, лучше доводите, если вы не уверены, что попадете, лучше доводите в прицеле до корабельки. А так, буквально за, опять же, два захода вы сносите. Аналогично, как и на первой артиллерии. Вы дали выстрелы, после чего отстреляли ботов в пачку, после чего, как появятся гранатометы, вы даете флешку и добиваете. И, кстати, да, забыл сказать, не бегайте возле лодки. Если будете бегать возле лодки, корабелька ее снесет, и граны будут пауниться гораздо дольше. Поэтому возле лодки особо не бегайте. А так, появились граны, быстренько слили корабельку и проходим дальше. Третья такая же легкая, отстреливаем начальных ботов и проходим на нее. Здесь, кстати, тоже на третье несколько вариантов, там и пиксель, и фулл отстрел, но это я сейчас вам все дальше покажу. В общем-то, делаем аналогично. Остались граны с предыдущей корабельки, стреляем их, после чего подходим, берем дополнительные. И тут, кстати, будьте аккуратны, сразу не стреляйте. Подождите примерно секунд 5-6, чтобы она отъехала. После чего начинаете стрелять, доводим в прицели обязательно, и попадаем все гранатометы. Вот, и опять же, возле корабля, этого лодки, не бегайте никто, чтобы ее не снесли. Как только гран отстрелили, все вместе отстреливаем ботов. Отстрелили ботов, появились гранатометы, взяли гранники, ушли, надали, чтобы не в лодку она стреляла, а надали мы ушли. И уже оттуда мы стреляем по два грана. Тут, кстати говоря, смотрите сами, вы можете, скажем так, засейвить себе граны на двигатель, да, чтобы быстро двигатель потом снести. Но можете просто фастом, как мы, снести корабельную артиллерию, после чего снести капсулы с турелями на двигателе, и уже после снести двигатель. Тут каждый решает сам, как ему удобно. Вот, ну, я лично рекомендую вам все-таки граны засейвить, вот, оставить один выстрел на корабельке, засейвить каждый по два грана, а потом добить ее. И после того, как откроется двигатель корабля, достать и всеми гранами аккуратненько снести двигатель корабля. И тут, смотрите, как только, если у вас видите, да, что у вас один гран-2, вообще не стреляйте в двигатель. Я не понимаю людей, которые стреляют, то есть гранов не хватает, они все равно зачем-то стреляют в двигатель. Лучше оставьте эти граны, если вы не снесете, как бы, капсулы, то просто с гранов дайте по этим самым турелям. Польза реально будет, я просто сколько хожу, ебанаты постоянно, то есть от того, что они свой один гран выстрелят в двигатель, никому, как бы, погоды не сделают. Но они почему-то зачем-то берут, стреляют его в двигатель, и в итоге их просто турели тушат, и все. А так отстреливаем турели, как на первых волнах, да, тут в каждую свою сторону. После чего, если приземлились, добиваем с помощью гранов или липучек, и сносим двигатель корабля. То есть тут кто-то смотрит ботов сверху, да, или же план-б, берем флешки, под флешками забегаем, берем граны, и после уже с гранов отбегаем назад и сносим двигатель корабля. То есть тут каждый решает сам, это именно если на фасте. Вот, и, в принципе, все как бы сухо пройдено. Ну и еще план-б, это изначально, как только двигатель появился, у всех, если по 5 гранов, то сразу же его снести и не париться. Ну, тут уже кому как. Ну, давайте, наверное, покажу еще один вариант, а именно фл отстрел. Возьмем сразу же третий корабельку. В общем-то, смотрите, первый штурмовик может лечь вот сюда вот за ящик, и отстреливать ботов, которые выходят, скажем так, спереди. Я думаю, понятно, какой ящик, да. Опять же, смотрите, чтобы вас не видела корабелька. То есть как-то аккуратненько там лежите, чтобы она вас не видела. Если вы в зоне поражения, отходим и назад возвращаемся, ложимся. И отстреливаем ботов. То есть внимательно смотрите за тем, где корабелька и куда она стреляет. А так спокойно лежите, отстреливайте ботов по головам. Это делает у нас первый штурмовик. Второй же штурмовик у нас сидит возле лодки, и от лодки уже отстреливает этих самых ботов. Ну и также на третью корабельку можно вот таким вот образом в пиксель снести. То есть выложитесь или садитесь, кто-нибудь один из вас и с помощью такого нехитрого способа в пиксель сночку гранатомета доводит и сносит ее. Ну это мало ли вы там в соло остались, да, или еще что-то. Для общего развития, я думаю, полезно. Ну и как я сказал, если у всех имеются граники, да, или вы оставили, чтобы их снести, то доставим все граны в месте, и как только открываются двигатели корабля, отстреливаем все граны пиксером туда. И тогда двигатели корабля у нас погибают, ну а мы сносим остатки турелей, которые к нам приземлятся. Это экономит кучу времени, поэтому если у вас граны остались, то все вместе стрельните в корабль, и вы налегке закроете ледокол. Ну это если у всех граны, и все попали в двигатель, поэтому имейте это в виду. Все-таки лучше отстрелять турели. Ну и на этом, я думаю, мы с вами закончим. В принципе, я, конечно, хотел видос поменьше сделать, вот, и то даже в этом видосе я не уместил почти всю инфу, какую я хотел именно вам показать и донести. Ну я думаю, основную суть вы поняли, как проходить там. По мелочам так я немного раскинул, чтобы вы понимали, как что делать. И я очень надеюсь, что у вас все получится, и вы сможете проходить ледокол в рандоме. Просто я уже сколько ходил в рандоме, типы просто сливаются, они не понимают, как что проходить, они не понимают, что делать, делают какую-либо херню, и после этого сидят и скулят, что суки непроходимы, и все сложно, и очень жестко. Так что имеем вот такие вот мы дела. Ну вот так, я думаю, все понятно, все ясно. Если я что-то не сказал, или там что-то меня поправить, как вы пишите в комментах, давайте поможем, скажем так, нашим новым игрокам адаптироваться в игре, да и старичкам. Интересные видосы там по ледоколу оставлю в описании, как слабые места турелей, так и выходы на карту, вдруг кому-то интересно. Ну опять же, в плейлисте ПВЕ имеются сусловидосы, и с выходами, и багами, и лагами, и, короче говоря, все тому подобное. Ну а так, я постараюсь делать дальше перезаливы, потому же Мидгарду надо перезалив сделать, плюс вашу любимую рубрику фишек и багов по Мидгарду надо выписать, там их достаточно, поверьте мне, которые облегчат вам проход, что в Е-Миссии перезаписать надо на нынешние сезоны. Ну, короче говоря, работы много, и я думаю, вам это все дело понравится. Ну и под конец хотелось бы выразить огромную благодарность человеку по имени Улыбка в небе, зовут ее Наташа, большое спасибо ей за то, что помогала в создании этого и предыдущих видео, ходила, помогала, тратила свое время и нервы на ебанатов с рандомов, так что большое ей спасибо за помощь в создании видеороликов. Ну а так, ребят, всем удачи, всем хорошего настроения, и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok